Практически все люди, которые пользуются WordPress, знают путь вот к этой странице на WordPress. Страница авторизации на сайте – это путь либо vplogin, либо vpadmin. И, к сожалению, злоумышленники тоже знают эту страницу. Самое первое, что мы должны сделать для нашего сайта – хотя бы закрыть вот эту страницу. Сделать путь до этой страницы уникальным, который будем знать только мы. Сделав только это, мы уже серьезно защитим наш сайт на WordPress. И в этом видео я хочу показать маленький-маленький плагин, который делает маленькие настройки, но сильно защищает наш сайт на WordPress. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Итак, давайте я авторизуюсь и покажу вам данный плагин. Найдем данный плагин. Переходим в плагины «Добавить новый». В поле поиска вписываем «VPS Hide Login» и находим вот такой вот плагин. Вот его логотип. Нажимаем «Установить» и «Активировать». У меня он уже установлен, но не активирован. Я его активирую. И данный плагин находится в настройках в общих. В самом низу внедряет опции вот на эту страницу общей настройки. И здесь он имеет всего два поля. О них сейчас я расскажу. Первое. URL-вод. Как раз-таки то самое поле, где мы с вами меняем путь до страницы авторизации. Путь на уникальный. Этот путь никто не будет знать, кроме нас, да? Это «VP Login» вместо «VP Admin». Мы пишем английскими буквами любое слово, только обязательно запомните. Новый путь к админке. А иначе потом сами попасть не сможете в админку вашего сайта. Ниже «Редирект» для тех людей, которые пытаются попасть в админку сайта по старому адресу «VP Login», «VP Admin». По сути, здесь указать нужно страницу, например, внутреннюю страницу заготовить. То есть вот начало адреса – это мой сайт, и потом здесь прописываем страницу. И должно, по идее, туда перенаправлять. Но у меня с этим полем что-то не срослось. Я пытался сделать на главную страницу, не получается. Но это не важно. Самое главное – вот это поле. Итак, у меня пускай будет доступ к админке «Федор». Сохранить изменения. Вот нам тут говорят, что ваша страница авторизация теперь здесь. То есть вот так это выглядит. Сделайте закладку на эту страницу. И теперь давайте проверим. Я нажму «Выход». У меня уже подставляется, видите, новый путь «Федор». Давайте проверим работу данного плагина. Я удалил новый путь. К данной странице и вписываю старый путь, всем известный «wp-login.php». Нажимаю «Enter». Вы видите, похоже, этой страницы не существует. Вот так вот за буквально минуту, по сути, если бы я не рассказывал об этом плагине, у меня бы ушла ровно минута на то, чтобы я простыми действиями закрыл страницу, но очень серьезно защитил свой сайт на WP. КОМЕРТЯ' КОМЕРТЯ' Субтитры сделал DimaTorzok